Сколько это может продолжаться? До тех пор, пока Кремль не положит все здоровое, боеспособное население Российской Федерации или как? Они будут сюда ехать 6 дней, как вы говорите, весь боевой путь их будет продолжаться. Вот одна партия, вторая, третья и так далее. До каких пор это будет продолжаться? Бесконечно. Нет, ну почему же бесконечно? Вы сами назвали условия, когда все боеспособное и здоровое кончится. А вот боеспособное и здоровое, оно уже все сейчас здесь. И оно здесь постепенно кончает. А вот ему на замену и на усиление будут досыпать вот это, которое никак боеспособным и здоровым не назовешь. То есть это действительно именно биомасса, это просто иначе даже не характеризуется. Вот этой биомассой будут заменять то боеспособное и здоровое, что еще здесь выжило и пока воюют. Вот так что, да, я же говорю, будем реалистами. Вот это доливание очень плохое, очень некачественное, но большое по количеству биомассы, оно может отсрочить коллапс русской группировки, но в идеальном для них варианте может быть даже и до весны. То есть может даже вот они за этот счет как-то зиму и протянуть. Потому что без этого сыпалось уже. Без этого было понятно, что большие шансы до Нового года закончить историю. Жень, о потерях техники. По данным Генштаба Вооруженных сил Украины, украинская армия уничтожила 67% российских танков от их общего количества. 27% бронетехники, 28% артиллерии и 49% беспилотников тактического уровня. Что можете сказать об этих цифрах? И главное, есть ли у России возможность оперативно восполнить вот эти потери? Как вы думаете? Ну цифры немножко, скажем так, скажем деликатно. Речь идет о, особенно когда вы говорите о процентах от общего количества, то речь идет о процентах от количества находящегося на вооружении. Без учетов складов хранения. Потому что, например, на складах хранения у России, по крайней мере, на бумаге заявлено около 10 тысяч. Ну вы знаете, Жень, извините, мы тут сегодня читали новость. Это не 40%. Мы читали новость сегодня о том, что полтора миллиона формы на бумаге было, а потом оказалось, что нет. Собственно, я к этому и веду. Вот я сейчас смотрю на происходящее у них и так, знаете, с такой ехидной улыбочкой вспоминаю наш 14-й год, когда вот мы проходили очень похожую историю, когда на бумаге все было, а когда вдруг внезапно началась война, оказалось, что этого ничего нет. И что вот когда у нас там, грубо говоря, на каком-то складе на бумаге 100 танков, а потом оказывается, что опа, а с них все 100 аккумуляторов давно уже проданы, и, соответственно, никто никуда не едет. Но только как это тогда решалось у нас? Вот кидали крич волонтерам, срочно нужно 100 аккумуляторов, волонтеры где-то за границей их находили, покупали, привозили, и через какое-то время с изрядным опозданием танчики все-таки на фронт приезжали. Как это выглядит в России? Вот тот же самый бардак, что мы пережили 8 лет назад в 14-м, но только умноженный на масштаб России и Матушки, а это, мягко говоря, в разы, вот, но без волонтерского движения, и, что самое важное, с закрытой границей с санкциями. То есть, грубо говоря, вот для российских танчиков вот такие же условные 100 аккумуляторов, а ты никак не привезешь, они подсанкционные. И вот с этим сейчас и сталкивается российский оборонпром. Вот уже за месяц этой войны уже стало понятно, что аналогов нет и импортозамещение – это два таких же волшебных слова, как специальная операция, что это не имеет к реальности никакого отношения. Наоборот, все последние десятилетия весь российский оборонпром полностью зависел от западных комплектующих. И когда сейчас эти комплектующие прекратили поступать, оказалось, что без этих западных комплектующих русский оборонпром не откатывается назад к ситуации советского оборонпрома. Нет. У советского-то оборонпрома полностью были свои замкнутые циклы. Да, качество очень оставляло желать лучшего, но, в принципе, были все компоненты у себя внутри страны. А последних 20 лет от этого отказались. Последних 20 лет массу всего просто не производили, потому что всегда можно было пойти за нефтяные баксы купить. И вот сейчас Россия оказалась в ситуации, когда даже за любые нефтяные баксы ты купишь далеко не все, просто потому что не продадут и не дадут привезти. Собственно, то, что такое высокотехнологическое оборудование, как дроны, Россия получает у, мягко говоря, не самой развитой страны Исламской Республики Иран, страны явно третьего мира, а снаряды вообще уже покупаются у Северной Кореи. Ну, как бы низкое качество северокорейского, оно тем же лесным... Ну, другая сторона, Евгений, позвольте вас перебить, но с другой стороны все равно они, как бы, вот даже те иранские дроны, вот эти шахеды, то они все равно некие проблемы создают и для вооруженных сил, и для городов, куда они залетают. Спасибо вам большое, что вы... Это не в той же серии, что мобилизованная биомасса. Да, за счет количества они создают не такую проблему. Вот знаете, как... Но качество страдает. Но это надо понимать, что с этим надо считаться. Да, да. Евгений, спасибо большое, что вы нашли время с утра с нами пообщаться, как всегда, интересно и очень широко во всех спектрах. Мы с вами поговорили. Это был Евгений Дикий, ученый, ветеран батальона Айдар. Мы с ним поговорили о потерях в российской армии, о том, как там пытаются их восполнить. Редактор субтитров А.Семкин